Владимир Путин больше не президент Российской Федерации. Теперь он официально узурпатор. Человек, который захватил власть в стране и не имеет легального и легитимного права ею руководить. С одной стороны, пустая формальность, с другой стороны, на самом деле, обстоятельство, которое может изменить многое. Понятно, что сейчас и вам, и многим другим Путин кажется вечным. Но все вечное всегда заканчивается. Более того, иногда это происходит совершенно внезапно. Сегодня разберем с вами, почему Владимир Путин больше не президент, если руководствоваться Российской же Конституцией? Почему это понимает все больше людей? Почему на это обращают внимание западные политики? И как это повлияет на Владимира Путина? Почему соблазна ударить его табакеркой или просто арестовать у его окружения становится все больше? Вы на канале Майкла Наки. Если нет, то переходите в Майкл Наки, вбивайте в Ютубе и поддерживайте видео вашим лайком, комментарием и подпиской. Все это помогает его продвигать. Ну и поддерживайте канал финансовый. Он существует за счет того, что вы его поддерживаете. Поддержать можно на Патреоне. Ссылка в описании. Итак, Владимир Путин, который провел собственную липовую инаугурацию, больше не может являться президентом России, не может таковым считаться. Об этом написано в основном российском правовом документе. Это Конституция Российской Федерации. Да, Владимир Путин пытался ее перекроить, но не сделал главного. Он не изменил ту статью, которая запрещает ему теперь быть президентом. Глава 4, статья 81, пункт 3 Российской Конституции четко говорит. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Когда-то это подряд попило немало крови, потому что многие говорили, что по духу Конституции имеется в виду, что человек не может занимать более двух сроков вообще пост президента Российской Федерации. Однако юридически доказать это не представлялось возможным. Тут же все написано черным по белому. Больше двух сроков подряд нельзя. Владимир Путин идет на третий срок подряд. Это противоречит основному закону, причем Конституция является законом прямого действия. Никакие уточнения, никакие дополнительные разъяснения не нужны. Как оно написано в Конституции, так оно и должно соблюдаться в реальности. И неважно, какой прикормленный судья какого суда сказал обратное. Неважно, какой финн провернул Путин с поправками Конституции, которые якобы обновляют его сроки. Это все не является легальным и легитимным. Владимир Путин является узурпатором власти в России. Но что это значит практически? Ведь, конечно, можно писать это, как помните, во Вконтакте писали «Я объявляю эту страницу там такой-то, вы не имеете права собирать мои данные» и так далее. Или, например, граждане СССР, так называемые, которые говорят, что Советский Союз до сих пор не распался, потому что какая-то бумажка не была правильно подписана. Поэтому, Майкл, можете задаться его вопросом, неужели ты тоже присоединился к этому кругу людей, который будет бегать и кричать, что все, Путин теперь нелегитимен и ничего. Нет, я адекватный человек, адекватно воспринимаю реальность, по крайней мере, хочу на это надеяться. Поэтому я понимаю, что автоматически довольно простое соображение, что пребывание на посту президента Владимира Путина нарушает Российскую Конституцию, а следовательно президентом он не является, оно важно не само по себе. Понятно, что Владимир Путин сейчас обладает всей полнотой власти в России. Он руководит абсолютно всеми ветвями власти, он руководит судами, он руководит медиа, он руководит армией, он руководит силовыми службами и ФСБ. Более того, для меня, например, Владимир Путин не являлся легитимным президентом и до этого я считаю, что почти все выборы, в которых принимал участие Владимир Путин, если не все, были сфальсифицированы в его пользу. Более того, выборы эти не проходили как выборы, это было исключительно голосованием, потому что еще до фальсификации непосредственно на выборах Владимир Путин устранял своих конкурентов, иногда физически, иногда с помощью судебных тяжб и арестов. Именно поэтому для меня Владимир Путин не являлся легальным и легитимным президентом когда-либо. Более того, за Владимира Путина я ни разу не голосовал в своей жизни, поэтому Владимир Путин не являлся моим президентом когда-либо. Но это все рассуждения, которые требуют доказательств. Например, можно попробовать в будущем провести судебные процессы, провести все аргументы и доводы, которых очень много, о том, что российская власть искусственно сажала своих оппонентов и более того, не проводила настоящие выборы, ограничиваясь лишь голосованием. И его это голосование тоже фальсифицировало. Я помню одну интересную судебную тяжбу, когда один человек в России попробовал доказать, что его голос украли, и тем самым признав выборы недействительными. Однако в суде ему сказали, что поскольку голосование анонимное, то он не сможет доказать, что украли именно его голос, а значит его личные избирательные права не нарушены. По крайней мере доказать этого невозможно, поскольку голоса анонимны. И в этом смысле очень важны юридические процедуры, потому что вряд ли кто будет рисковать своей жизнью, когда исход того или иного юридического приближения, того или иного судебного процесса не ясен. Ну, например, являетесь ли вы Михаилом Мишустином и решили, что Владимир Путин на посту президента Российской Федерации вас заколебал, буквально отправляет людей на пушечное мясо, уничтожает российскую экономику, более того, уничтожает соседнюю страну, делая Россию фашистским оккупационным государством. Вас это достало, вы захотели избавить мир от Владимира Путина, ну или как минимум арестовать его. Ну вот вы думаете, а кого вы арестовываете? Есть международный орден на арест Владимира Путина, это правда, но он там не обвинен, он подозреваемый. Более того, Россия не является частью системы, в рамках которой обязана арестовывать Владимира Путина. По российским законам можно, конечно, приписать Владимиру Путину статью об агрессивной войне, однако это придется доказывать в суде, в общем, на каких основаниях тот же Михаил Мишустин может задержать или убить Владимира Путина? Да, ни на каких. И в этом смысле, ну, риск довольно высокий, потому что разные страны признают Владимира Путина президентом, а собственная страна, ты не видишь легитимных возможностей доказать потом, что твои действия были законны. А садиться Михаил Мишустин не хочет, уж тем более быть застреленным на месте. Но что поменялось сейчас? Теперь не нужны никакие судебные разбирательства. Теперь не нужно никаких уточнений и разъяснений. Есть закон прямого действия Конституции Российской Федерации. При нарушении того, что там описано о президентстве, Владимир Путин автоматически становится узурпатором. И теперь его арест или ликвидация в случае преступления не является чем-то, что может быть наказано. Ну хорошо, может быть не от Мишустина, потому что Мишустин не облечен силовыми какими-то полномочиями. Но при этом любой силовик в России, любой спецслужбист и их начальники имеют полное не то что право, а обязанность немедленно задержать Владимира Путина, как человека, который узурпировал в России власть и угрожает конституционному строю. Еще раз, теперь это юридически обосновано без каких-то дополнительных доказательств. И прямая обязанность всех силовиков теперь это сделать. Сделают ли они это сейчас? Нет, конечно. Безусловно, рычаги влияния остаются у Владимира Путина. Но теперь этот вариант становится более возможным для всех этих людей. И, естественно, Владимир Путин это понимает. Именно поэтому он пытался сопровождать все происходящее с бустом легитимности. Проводил чистки, отстранял неугодных и вообще всячески пытался показать, что без меня вам каюк. Ему важно теперь убедить окружающих его людей, что он нелегитимен, но необходимым. Однако теперь, когда у них возникнут в этом сомнения, есть прямой вообще путь к действию. То есть избавиться от Владимира Путина. Это ключевое изменение, которое сейчас имеется. Я понимаю, что сегодня представить это невозможно. Как некогда было невозможно представить марш Пригожина на Москву или убийство этого самого Пригожина. Ну или как российская армия покинет Херсон или, собственно, из Харьковской области будет бежать без оглядки, оставляя большое количество техники. Наш мозг так устроен. Мы не можем вообще полностью вообразить себе и представить те события, которые не похожи на нынешние. Наш мозг консервативен. Он считает, что все будет, как и будет. И в большинстве случаев он прав. Однако случаются довольно внезапные вещи. То Сталин умрет, то Советский Союз развалится. И много чего еще. Гитлер застрелится в конце концов. Поэтому, чем меньше барьеров к тому или иному действию, которое может принести результат, на который мы все сами рассчитываем, тем лучше. И сегодня один из таких барьеров пал. Владимир Путин больше не является легитимным президентом Российской Федерации. На самом деле, именно история, связанная с его окружением и возможности действия этого окружения, является ключевой. Потому что даже если окажется, что все люди вокруг Путина до конца ему лояльны, верят в то, что он их защитит и не так далее, то все равно Владимир Путин каждый день будет думать о том, что теперь любой человек из его окружения имеет дополнительную мотивацию его убрать. И мы знаем, что Путин параноик. И особенно параноик он будет сейчас, когда ФБК смогли пробраться в его дворец. Вы можете посмотреть на канале Алексея Навального видео, потому что фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование про то, как изменился путинский дворец внутри. Стриптиз поменялся на иконы, но суть Владимира Путина не изменилась. Но теперь он знает, что враги повсюду. Но помимо российских граждан, теперь нападение на Владимира Путина персонально, его ликвидация и уничтожение не будет уничтожением руководителя российского государства. Это довольно важная история. Потому что если вы, как, например, Америка, Великобритания, Франция, Германия или Украина, убьете Владимира Путина до 7 мая 2024 года, то вы убьете руководителя России. Вы совершите акт агрессии против России. И не важно, что Россия сама первая напала и так далее. Это не важно. Важно, что чисто формально вы убьете главу государства Российская Федерация. Тем самым, по разным законам, Россия должна будет либо объявить вам войну, либо, не знаю, превратить вас в радиоактивный пепел и еще что-нибудь. По крайней мере, инструкции, люди, которые этим инструкциям соответствуют, могут как раз воспринять это как агрессию по отношению к России и имеют для этого юридические основания. Но теперь, когда Владимир Путин больше не является руководителем российского государства, когда он является узурпатором, такие действия не требуют немедленных, однозначных ответов. Наоборот, если Франция или Великобритания завтра с помощью ракеты, жучка, маячка, не знаю, теплового оружия, наклоняющего усть конкретно неземли, но путинского дворца убьет Владимира Путина, или задержит его, когда он будет лететь куда-нибудь в самолете, это больше не будет нападением на главу российского государства. Это будет нападением на узурпатора российской власти. И не должно вызвать немедленный ответ. Опять же, вы скажете, Майкл, ну ты сам рассказывал, что убить Владимира Путина довольно сложно и проблематично в современном мире, что даже Фидель Кастром, у которого совершали большое количество покушений, так и не смогли закончить начатое. Это все правда, и это все остается. Все еще в современном мире, особенно когда мы говорим про Владимира Путина, одного из богатейших людей в мире, если не богатейшего, хотя, я думаю, богатейшего, то действительно убить его очень сложно. У него огромное количество охраны, функциональные двойники, ну не те, которые прям зеркальные, как он, не те, которых он там, не знаю, может засунуть в самолет, в машину или еще куда-нибудь. И многое-многое другое. Передовая медицина, передовая разведка, по крайней мере в отношении него конкретно, я уверен, что Россия в том числе на аутсорс берет возможности других некоторых стран, которые не являются там членами западной коалиции, для того, чтобы обеспечивать путинскую безопасность. В любом случае, действительно, убить его довольно сложно. Но раньше это было невозможно из-за возможных последствий, которые за этим могли наступить. Теперь этих последствий не будет, по крайней мере, если договориться с его окружением, или как минимум эти последствия не гарантированы. Поэтому я думаю, что теперь разработок и возможностей по поводу того, что делать с мировой проблемой по фамилии Путин, станет больше. Ничего из того, что я описываю, не гарантировано. И не случится завтра, хотя в теории может. Я лишь говорю про то, что положение Владимира Путина ослабляется. И с точки зрения российских военных, силовиков, западных стран и кого угодно, Владимир Путин потерял юридический статус главы государства. Это делает Владимира Путина слабее. Потому что теперь все держится только на вере в него. Если раньше это был каркас, но тем не менее, он, как там говорили, Путин легалист и все такое, он был обрамлен в некоторые юридические нормы, то теперь этого каркаса нет. И Владимир Путин висит на этой ниточке веры в него. И как только случится что-то, что эту веру подорвет, большой экономический кризис, коллапс на линии фронта, очередная мобилизация, эта ниточка может оборваться. И теперь эта вероятность гораздо выше. Но помимо моих рассуждений, полных wishful thinking, и вообще рисования самых разных сценариев, которые совершенно не факт, что используются, есть и практические вещи. Они не связаны напрямую с нарушением Владимиром Путиным конституции, они связаны с тем, как Владимир Путин проводил последние выборы. 18 апреля во время своей очередной сессии ПАСЕ призвала страны-члены Совета Европы и Евросоюз признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных контактов и контактов, направленных на стремление к миру. Поскольку резолюции ПАСЕ носят лишь рекомендательный характер, то этот документ не повлек за собой никаких официальных изменений в отношениях стран-членов Совета Европы с Кремлем. Недели позже подобную позицию на уровне ЕС озвучил уже Европарламент. Свою резолюцию он также призвал не признавать результаты президентских выборов России легитимными и ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, гуманитарными и правозащитными целями. Европарламент считает прошедшие президентские выборы в России недемократическими и нелегитимными. В результате резолюции, принятой 24 апреля, Европарламент назвал голосование несвободным и несправедливым, а также фарсовым спектаклем ради осоздания видимости избирательной легитимности. Депутаты подчеркнули, что в процедуру провели в том числе на оккупированных территориях Украины. Кроме того, они призвали страны ЕС и все международное сообщество последовать их собственному премьеру. Резолюция — это политически важный месседж для институтов Евросоюза. Депутаты Европарламента представляют партии на своих национальных уровнях, а те, в свою очередь, влияют на национальные правительства. Это все взаимосвязано. Однако, эта резолюция Европарламента тоже не является обязательной к исполнению, поэтому прямых последствий не влечет, поскольку внешняя политика ЕС относится к полномочиям Совета ЕС, в котором эти вопросы решают главы 27 государств-членов Евросоюза по принципу единогласия. Ну, это объяснила в комментарии дочи Уэлли Эанелла-Мария Чаолан, научный сотрудник по вопросам внешней политики, безопасности и обороны Евросоюза из Брюссельского центра европейских исследований Вильфреда Мартенса. Эксперт считает, что несмотря на то, что резолюция Европарламента на правовом уровне не обязывает объявить Путина нелегитимным президентом, все же она имеет довольно ощутимое символическое и косвенное влияние на внешнюю политику государств-членов ЕС. Поскольку действует, как рекомендация Совету ЕС и посылает сигнал европейским правительствам о том, что партии всего политического спектра придерживаются именно такой точки зрения, считая Чаолан. Лишь премьер-министр в Венгрии, надо сказать, Виктор Орбан поспешил поздравить Путина после победы на так называемых выборах. Комментом, где посчитали, что Орбан нарушил солидарность ЕС, признав это фиктивное переизбрание. То есть получается, что страны Евросоюза, не поздравляя Владимира Путина и более того, надстрановые институты на уровне Евросоюза, не считают Владимира Путина легитимным президентом. Что это означает? Практически плоскости, опять же, функционально практически ничего. Даже опасения по поводу того, что после признания Путина нелегитимным с ним нельзя будет общаться, вести переговоры, что-то такое, они являются ничтожными. Потому что по факту никакой процедуры, которая бы описывала, что можно и что нельзя делать с президентом, который признается нелегитимным, не существует. Но это важный посыл и сигнал. С момента, когда Владимир Путин начал полномасштабное вторжение, многие западные страны и их лидеры пытались выйти с ним на контакт. Олф Шольц названивал ему каждую неделю. Эммануэль Макрон говорил, что надо помочь Путину сохранить лицо. Сейчас, в 2024 году, это кажется дикостью. Никто не предлагает Владимиру Путину руку помощи. Никто не предлагает ему общения. Никто и не общается с ним. Изоляция, которая была частью европейского и в целом западного давления на Россию, сработала не так, как хотелось бы. Россия не оказалась в полной изоляции. У России есть КНДР, Иран, Китай в том или ином виде, хотя бы во все меньшем. И еще ряд партнеров, которые продолжают с Россией коммуницировать. Однако, действительно, западный мир подверг России, ну, такому, я бы сказал, выборочному игнорированию. Да, есть исключения. Есть Венгрия, например, которая довольно комплементарно высказывается о Путине и вообще выступает в этой войне скорее на стороне Путина. Хотя и согласует выделение Украине 50 миллиардов евро, в том числе на вооружение. Но базово, конечно, Орбан скорее является таким полезным идиотом для Владимира Путина и помогает ему. Однако, изоляция России, очевидно, расширяется. Мы видим, что санкций становятся все больше. Мы видим, что даже китайские и турецкие банки отказываются от взаимодействия с Россией. Мы видим, что последние действия США серьезно снизили возможность российского бюджета извлекать доход, об этом пишет Блумберг. Да, санкции работают медленнее, чем хотелось бы, не так эффективно, как предполагалось. Но постепенно они работают все лучше. И Россия все сложнее закрывает на это глаза. Как сложнее закрывать на это глаза и окружению Владимира Путина. Те люди, которые привыкли нежиться на солнышке на Лазурном берегу, или которые привыкли к своим виллам и домам, а иногда и замкам в Европе, с недоумением смотрят на происходящее. Бойна, начатая Владимиром Путиным, непонятно на кой ходе, продолжается и уносит жизни украинских граждан, уносит жизни российских граждан и уносит активы российской элиты. Лавров больше не может летать отдыхать туда, куда привык. Как не может и в Дерипасха. Им это все не очень нравится. Действительно, людей, которые поддерживают мировоззрение Владимира Путина и его желание компенсировать свои какие-то, как ему кажутся, недостатки, то есть реализовать свои комплексы, это желание разделяет довольно маленькое количество людей вокруг Владимира Путина. Ну, разве что Бортников, Патрушев, наверное, старший, один из Ротенбергов. Пожалуй, все. Остальные как раз хотели бы продолжать вести ту жизнь, которую вели. Наворовывать в России, вывозить это все на Запад, там покупать себе виллы, дома и все что угодно. Но Путин их этого лишил, и более того, каждое следующее действие Владимира Путина все больше снижает вероятность того, что когда-нибудь они вновь смогут прикоснуться к своим дорогим виллам. И это повышает их мотивацию. И теперь она есть с двух сторон. Первое. Избавление мира от проблемы Владимира Путина не будет теперь преследоваться по, в том числе, российскому закону, так как нарушена Конституция. Ну и второе. Запад четко дает понять, что он больше не хочет разговаривать с Владимиром Путиным, не хочет, что Владимир Путин теперь прокаженный, что они поняли, что с агрессором можно говорить только на языке силы, ну или идут к этому пониманию. Важна динамика. Динамика заключается в том, что западные лидеры все меньше и меньше готовы к какой-либо коммуникации с Владимиром Путиным. Как бы показывая, ребята, место свободно, мы будем коммуницировать с вами. И это подчеркивается, в том числе Украиной и Западом в целом, что мы готовы коммуницировать с кем угодно, кто готов будет на реальные переговоры. То есть весь западный мир фактически говорит российским чиновникам, российским министрам, российскими различным любым ветвям, которые могут стать ветвями власти, что, ребята, мы с вами легко поговорим с Путиным, больше не хотим. Таким образом, их мотивация повышается. Более того, Владимир Путин является разыскиваемым потенциальным преступником. Владимир Путин арестован международным уголовным судом. Это значит, что прибудет он в одной из 128, если не изменяет память стран, которые, собственно, подписались под римским статутом, он будет арестован и перевезен в Гагу. Опять же, теперь этот арест не будет арестом главы государства. Это будет арестом узурпатора. Однако, пока, кроме Владимира Путина, из высших должностных лиц международным уголовным судом разыскивается только Львов Белова, помогающая Путину похищать детей. Что это значит? Это значит, что остальные люди вокруг Путина имеют возможность соскочить. И чем дольше они этой возможностью не пользуются, тем выше вероятность того, что у них эта возможность испарится. Что они войдут как раз в тот кластер, с которым нельзя будет вести переговоры, у которого не будет шанса сохранить свою свободу и финансовое состояние. Поэтому, на самом деле, должна быть очень разрозненная, но работающая на единую цель система по, собственно, избавлению мира от Путина. Первое – это давление на его окружение, дополнительные санкции, дополнительные механизмы, которые должны показать этому окружению, что с Путиным ваша жизнь превратится в ад. А второе – это предложения им альтернативы. Именно поэтому их не вносят, я не знаю, в списки потенциальных преступников Международного уголовного суда. То есть, их не объявляют в розыске и так далее. Им дают возможность. И теперь эта возможность подкрепляется и формальными основаниями и тем, что западные страны не готовы признавать Путина как человека, с которым им хочется коммуницировать. На инаугурацию Владимира Путина прибыли представители Франции, ну, посольские миссии. Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра. Там присутствовали на инаугурации Путина. Отправить своего представителя на церемонию планировала и Бельгия, но к утру 7 мая страна отказалась от участия. Ранее же 20 стран Евросоюза публично отказались участвовать в инаугурации Владимира Путина на пятый срок. Почему в этом списке есть Франция? Не выглядит это странно. Я это связываю с тем, что Франция, у Макрона есть идея во время Олимпиады во Франции провести такое перемирие. Я не думаю, что из нее что-то получится, но для того, чтобы, видимо, как-то этот разговор вообще поддерживать, вот такой демонстративный отказ от взаимодействия с Путиным точно перекроет возможность для этого обсуждения. Я думаю, что это большая ошибка, потому что ничего добиться этим обсуждением все равно будет нельзя, но, тем не менее, вот должны мы зафиксировать, что Франция отправила свое представительное на инаугурацию, но, как видите, заметные страны Евросоюза отказались от этого, и на инаугурации Владимира Путина их представители не присутствовали. Так зачем там присутствовать, если Владимир Путин нелегитимный президент? Под конец хочу лишь сказать, что Россия сейчас запускает большую кампанию по попытке представить Владимира Зеленского нелегитимным президентом в Украине. Если вы углубитесь в тему, вы увидите, что это такая регулярная история от Z-каналов, и они прям пытаются раскачивать это, донося до украинцев, что вот смотрите, у Владимира Зеленского кончились полномочия, но выборы в Украине так и не проведены, поэтому после мая Владимир Зеленский станет нелегитимным президентом, говорят Z-каналы. Однако пока это у них не очень получается. Операция Майдан-3, как ее окрестили в Кремле, не очень работает. Ну, во-первых, потому что граждане Украины прекрасно понимают, что во время войны невозможно провести выборы. Как будут голосовать люди на территориях оккупированных России? Как будут голосовать люди на прифронтовых территориях? Как будут голосовать солдаты? У России это получилось все довольно легко, потому что выборы не настоящие. Ну, потому что неважно, куда добрался или не добрался человек с этой урной для бюллетеня, все равно выборы не настоящие, кандидатов, оппонентов нет, поэтому вообще без разницы можно что угодно рисовать и говорить, что это выборы. В Украине же настоящая демократия, поэтому выборы там требуют действительно того, чтобы война была как минимум поставлена на паузу, иначе как их проводить. Более того, в Конституции Украины отдельно прописано, что во время военного положения выборы не проводятся. Это записано в украинской Конституции. Поэтому представить Владимира Зеленского российской пропаганде как нелегитимного президента не получается. Ну, особенно, конечно, всех веселит, что об этом говорит российская пропаганда, учитывая, что Владимир Путин по факту не выигрывал ни одни честные выборы. За всю свою жизнь он ни разу не участвовал в политических дебаках. За всю свою жизнь он практически ни разу не имел сильных оппонентов, а когда эти сильные оппоненты могли появиться на выборах, он от них избавлялся различными путями. Помните, как на Руси говорили, как счастье у некоторых на потомом уровне в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян, то есть наелся, напился, нос в табаке, потому что нюхать, они табак использовали. Сейчас нос в кокаине. Ну, неважно. С такими проще. А с умными сложнее, они опаснее. Для того, чтобы такое интересное, как Путин, правило вечно, Россию надо превратить в страну дураков, чем Путин и занимается вот уже четверть века. С помощью, прежде всего, телевизора. И давайте посмотрим тут одно видео. Оно, правда, длинноватое, но, на мой взгляд, оно того стоит. Праздник Пасхи, мой вообще любимый праздник, Пасха и День Победы. Я родилась в Православную Пасху в том году, в тот день, когда я родилась. Это совпало, собственно, с Православной Пасхой. И тут то, о чем я хочу поговорить, дело совершенно не в религии. Человек может быть верующим, может быть неверующим. Хотя мне очень нравится фраза, что любой человек, убежденный холостяк до первой большой любви, любой человек разделяет идеи коммунизма до первых больших денег, или любой человек атеист до первой серьезной тряски и турбулентности в самолете. Христа признают не только христиане, его признают более-менее все большие религии, как человека, который жил в исламе, пророк Иса, он пророк там. Там, где он не пророк, все равно никто не отрицает, что он жил, и все, что происходило, происходило. Они просто отрицают, что он сын Божий. Даже историк Тацит все это признает, правда, он считает христианскую религию. Человека ненавистничать, как это было принято в то время, когда христиан обвиняли в том, что они пьют кровь младенцев, как потом вас обвиняли, а в те времена обвиняли христиан, травят колодцы и прочее. Но римляне плохо нас отличали. На первом этапе они вообще нас плохо отличали. Иудеев и христиан не отличали. И Тиберий, император, во время которого был распят и казнен, Христос узнал об этом только постфактум. Он вообще об этом не знал, он узнал из донесения Понтия Пилата, ну такого, дескать, иудеи там, Христа какого-то распяли. До того, как распяли, еще и замучили флагрумами, это такие древнеримские плетки с костяными наконечниками из костей диких животных. И опытный палач мог с 4-5 ударов содрать с человека всю кожу этими флагрумами. Это все предстояло и произошло с нашим Спасителем. А потом, к тому же, теперь пришла Мария Магдалина, принесла ему яйцо, потому что с пустыми руками не придешь, а больше ни на что денег не хватило. Рассказать ему, принесла ему благую весть. Говорит император, Христос воскрес, я видела своими глазами. А он ей говорит, как это яйцо из белого не может стать красным, так не может мертвый человек стать живым. И это яйцо по преданию в руках у Марии Магдалины покраснела, и, собственно, поэтому значительная часть нашей страны все предыдущие дни красила яйца в красный цвет и другие цвета. И вот так мы с тех пор отмечаем Пасху. Тиберий, который ничего особо не отличал, проникся, надо сказать, и хотел официально объявить Иисуса Христа одним из древнеримских богов. Была у императора такая привилегия в те времена, объявить, кого хочет, Богом. Но нужно было одобрение Сената. Сенат не одобрил. И слава тебе Господи, Иисуса Христа языческим древнеримским богом не объявили. Но тогда никаких особых претензий не было. Претензии начались, самые страшные гонения на христиан начались при Нероне, при развратнике. И это имеет прямое отношение к тому, что происходит сейчас. Я вот просто попытаюсь донести эту аналогию. Языческая их религия, древнегреческая мифология, где самый главный бог Юпитер, один из самых главных развратников. И так же живут все императоры. И вдруг появляются люди, которые говорят, нет, бог есть свет, бог есть смирение, бог есть человеколюбие, бог есть гуманизм. Но как они могут уступить или позволить жить рядом с собой такой религии, которая не признает их в Сатурналии и множество праздников подобных, которые были в Древнем Риме. Их невероятные траты на ненужные никому роскошества. Их пиры с фаршированными дроздами, горбами верблюдов. Значит, с такими маленькими животными, сони они называются, которые держат в горшочках с фруктами и орехами, чтобы они жирнели, а потом, значит, едят этих сонь. С соловийными языками. С их апицем. Это первый кулинар в истории человечества, автор первой в истории человеческой кулинарной книги, который поехал специально в Африку, чтобы отведать там какую-то сладкую креветку, потратил на это все свое состояние. Когда вернулся и понял, что он теперь сможет, денег просто уже нет, сможет есть только простую пищу, он покончил с собой. Потому что для этого общества сегодняшние удовольствия были самым главным. Они не верили в вечную жизнь. Их для них не могло быть. Они хотели урвать все здесь и сейчас. Нас сейчас вот с этой империей, с западной империей, разделяет ров. Этот ров постоянно ширится. И я прям чувствую, как он наполняется какой-то кипящей смолой, которую можно назвать, наверное, гиеной огненной. И я совершенно с тобой согласна, Володь, что на фронте наличие этого рва и осознание того, что мы на светлом берегу и вообще на берегу, а они где-то там, имеет колоссальное значение. С этими мыслями, с этим всем осознанием этого рва и этой гиены огненной, в которую ни в коем случае нам нельзя соскочить, а они нас туда затягивают, многие бойцы, может быть, большинство бойцов, идут на фронт. Они ведь защищают не только Донбасс, они ведь защищают не только русский мир. Они защищают фундамент этого самого русского мира, который зиждется на тех самых постулатах христианства, которые стали костью в горле обожравшегося нейрона. Это гуманизм, это человеколюбие, это то, чтобы человек оставался вообще человеком. Я думаю, что многие из вас, дорогие друзья, когда слушали вот все то, что и смотрели на это существо, задавали себе вопрос, а зачем вы нам это все показываете, да еще так долго? Сейчас объясню. Я понимаю, что это тяжело смотреть, тяжело слушать, очень противно, но это надо видеть. Обычно содержимое российского телевизора сравнивают с пропагандой Геббельса, со сталинской пропагандой, и там была формула 80% правды помогают протолкнуть 20% лжи. В России нет пропаганды. Понимаете, ее нет. Тут используют совершенно иное оружие, я его называю медиафренией. Здесь ложью пропитано буквально каждое слово. Маргарита Симоньян намного хуже, отвратительнее и опаснее Юлиуса Штрейхера. Юлиус Штрейхер сегодня бы не добился ничего, просто ничего. А Маргарита Симоньян и вот все те, которые ее окружают, они добиваются очень многого. Видя перед собой кровавый фашистский рейх, а его нельзя не видеть, потому что сегодня есть интернет, и все, что творится, значит, оно видно, оно доступно практически всем. Вот видя сегодня весь этот кровавый рейх, в который Путин и они все превратили в Россию, она говорит о каком-то христианстве, о каком-то распятом Иисусе. После Буча, после Мариуполя, после ежедневного стирания с леса земли Харькова, Одессу, стоя, ну вернее сидя, ей специальный стульчик предоставляют, чтобы она комфортно расположилась, вот так с улыбочкой, глумливо рассказывала, рассказывала сказки. И вот она сидя в этой студии, в компании ежечасно грозящих уничтожить мирные города Европы и Америки, Маргарита Симоньян, это действительно настоящая щаде ада. Говорит о рве, которая разделяет Россию и Запад. И тут, вы знаете, она, пожалуй, права. Ров действительно есть. Ров между Россией, которая усилия Путина, усилиями Путина и его обслуги превратилась в центр и сосредоточение мирового зла, превратилась в основной источник мирового терроризма и цивилизованным миром, в котором много всякого, безусловно, и хорошего, и плохого, но который, тем не менее, остается миром нормальным, миром пригодным для жизни. И вот этот мир зла, мир Путина, Симоньян и Соловьев не могут смириться с тем, что рядом в соседней стране, в Украине, люди живут нормальной жизнью. Поэтому они наползают, вот этот мир зла наползает, собираются прийти и заставить смириться. А если нет, так и убить всех. Андрей, здравствуйте. Как у вас дела? Да, здравствуй. Да, плоховато дело. А что именно? Что вы имеете ввиду? Ну, у нас как бы сейчас определенный кризис. И если, допустим, работали с какими-то предприятиями, то сейчас, к сожалению, у них там нет возможности оплачивать те же эти услуги. А, то есть в этом смысле не очень дела. То есть если с вашей стороны не очень, но если с нашей смотреть, вы уж извините, с нашей стороны границы, то это, наоборот, вполне себе нормальные, естественные дела. Андрей, а знаете, вот у меня вопрос. Люди просто не хотят воевать, но при этом хотят, чтобы Украина победила. Или на самом деле действительно уже хотят, чтобы уже... Да пусть уже придут русские, и мы будем нормально жить. Отличный вопрос. Да, с этим большая сложность, потому что на самом деле очень большая доля людей, которые не хотят как раз этого. В любом случае, так и надеюсь, так сказать, дойдем докуда наметили. Но просто вот мы спрашиваем, вот эти люди, интересно, выйдут ли они нам навстречу, помогут ли и так далее. Нет, не выйдут. Нет, конечно. Конечно, нет. Давайте так, а зачем нам надо, чтобы мы пришли, а нас с Владимией встречали? Неважно, мы придем, они подстроятся. Куда они денутся? Ну да, мы придем, они подстроятся. Куда денутся? Вы знаете, это действительно потрясающий диалог, в котором самое главное, это вот, помимо вот этой фразы, мы придем, куда они денутся, и там есть очень важная фраза. Вот с нашей стороны, когда вам плохо, нам хорошо. Вот это, по сути дела, квинтэссенция вот этого взгляда. Нам хорошо, когда всему миру плохо. Но чего им не хватает для счастья? Помимо того, чтобы всему миру было плохо, еще для счастья не хватает образа будущего. И вот о чем мечтает, в частности, Карен Шахназаров. В моей сфере, в кино, что они сделали? Да они закрыли рынок, и все. 20 картин, все иностранных это. И никаких проблем. Сегодня Китай производит до тысячи картин. И сегодня это рынок, который уже пятый год опережает бывший до него первым американский кинорынок. Сегодня это Китай. И производит оборудование, которое сегодня мы покупаем. А мы за два года импортозамещения не удосужились, кстати, ничего сделать в области вот кинопромышленности. Кино и, наверное, телевизионное, не знаю. И вообще ничего. Вот как все вот как бы закупаем, так и закупаем. Или то, что работает, работает. А они уже, так сказать, камеры делают, цифровые делают камеры, очень хорошие делают камеры, уже свет там об этом это, звук уже делают, пультов еще не делают звуковых. Ну, научатся их делать. Ну, может, что-то у них узнать, как они это все делают. Понимаете? Поэтому нужен образ будущего. И этот образ будущего должен, на мой взгляд, он не должен быть таким. Иначе ради чего? Ради чего? И этот образ будущего, кстати, надо и украинцам предложить. Это последняя фраза замечательная. Этот образ будущего, которого у нас нет. Которого мы не можем никак придумать. Мы не можем нарисовать этот образ будущего, потому что в России нет этого, нет идеологии, нет образа будущего. И не в состоянии, вот это мертвое российское чрево, не в состоянии родить образ будущего. Но его надо предложить украинцам. Это прекрасная идея. Но, кстати говоря, своим детям некий, ну, не образ будущего, а скорее, потому что этот образ будущего не сформулирован как целостная картина, но конечная точка этого будущего, который они предлагают детям, видна уже сейчас совершенно отчетливо. Ну, слишком долго это смотреть трудно, поэтому я, извините, думаю, что достаточно. Что это за точка, в которой концентрируется вот этот вот отсутствующий образ будущего. То есть они наряжают своих детей в военную форму, они покупают им игрушечные автоматы, заставляют их плести маскировочные сети, внушают им культ смерти, а потом отдают их на войну. Потому что вот за эту, то, что они называют родину, можно только умирать. Вот фактически он, образ будущего. И для того, чтобы люди шли умирать за нищету, за бесправие, надо много лет промывать мозги. Сегодня день какой-то, аж душа радуется. Утром началось с того, что учения проводятся в Южном войне, при применении стратегического ядерного оружия. Шикарная новость. Давно пора. Дальше еще веселее. По слову Великобритании радостно в лоб заявили, что мы имеем право, если Кабриар не откажется от своих слов, лупить поликому объекта Великобритании во всем мире. Вообще отлично. Третья новость. Любые самолеты Ф-16 будут рассматриваться на Украине, как носители ядерного оружия. По носителю ядерного оружия, ядерный удар. И это надо сделать. Тогда моментально все горячие головы отлетят. Тут же все отстынут нам. Моментально. Россия все это в состоянии нанести удар в любой точке земного жара по любому противнику. Это каждый должен понимать. И решимость к этим ударам, она стопроцентная. Но как-то вот так, хорошие дни сюда. Если генералу Гурулеву для счастья достаточно самого факта угрозы ядерного апокалипсиса, то вечерний музатор не такой. Это существо гораздо более высокоорганизованное и намного более сложно устроенное. Для него непереносима сама мысль о том, что где-то есть нормальные страны, где люди живут нормальной жизнью, и поэтому вечерний музатор постоянно грозит им, пытается запугать. Когда Дудова уступает за размещение в стране американское одерное оружие, Финляндия собирается у себя строить завод по производству взрывчатых веществ. Удивительно, да? Финляндия, территория которой полностью простреливается нашими средствами поражения, а этот завод, очевидно, станет мишенью номер один, целью номер один в случае принятия такого рода решения. Литва просит в очередной раз «Дольчензольдаты и бригады», чтобы было размещено для того, чтобы в очередной раз слезать немецкому хозяину, как уже не раз бывало в истории этой недостраны. С огнем играете! С огнем играете! Только не говорите, что вас не предупреждали. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Это фраза, сказанная президентом шесть лет назад, вызвала очень бурную реакцию в наших либеральных слоях, в том числе и тех, которые на тот момент были очень близки к власти и чуть ли не в самой власти находились. Типа, ну зачем? Ну как же так? Только так! И именно в таком контексте надо воспринимать и очень четкое предостережение западной истории, которая прозвучала из уст нашего президента 24 февраля 22 года. Кого только нет в российском паноптикуме, из какого только ссора не произросли нынешние сорняки, которыми усеяно нынешнее, сегодняшнее российское политическое поле. Андрей Константинович Исаев начинал как анархист, большой поклонник Настера Махно, в перестройке был бунтарем, потом от демократической России избирался в Моссовет, правда безуспешно, вместе с ныне сидящим в тюрьме Борисом Кагарлицким пытался создать партию труда. Потом одумался, остепенился, ударился об землю и превратился в единороса. Сейчас он является членом Высшего Совета Единой России и возглавляет Комитет по идеологии. Правда, результатов этой идеологии нет, никак он не может решить, как соединить, так сказать, ужа и ежа, все получается, метр колющей проволоки у него. Ну вот сейчас выступил, наконец, очень креативной идеей, учитывать на выборах голоса умерших. Ну и правда, от чего добру-то пропадать. Демократия, это демократия сиюминутная. Сейчас угодить электорату, сейчас проголосовать так. Президент говорил о поколениях, которые ушли, поколениях наших предков, которые оставили нам нынешнюю Россию, и они имеют право голоса. И этот голос – это традиции, которые сложились и которые мы обязаны чтить. Вот, ну, я, так сказать, последнее время, когда, значит, Исаев был уже в «Единой России», я, естественно, с ним не общался, а вот на заре, в перестройку, мы с ним как-то даже соприкасались, беседовали там в каком-то телеканале, у нас были разговоры. Вот, и вот сейчас было бы интересно спросить, а вот голоса миллионов расстрелянных, стертых в лагерную пыль, голоса раскулаченных, голоса расказаченных, голоса лишенцев, голоса тех людей, которые стали, значит, пассажирами философского парохода. Вот эти голоса, как, их тоже надо учитывать? Ну, впрочем, какой может быть разговор с нынешним Исаевым? Да и с тогдашним, в общем-то, с ним было не о чем говорить. Ну, просто мало кто это видел. Субтитры сделал DimaTorzok